ну вот загрузили 4 рулона 3 рулона в свернутом виде один вот ну таком виде это последние четыре рулона которые мы нашли более-менее толстой и двухметровой везде идут пол диаметр ой ну толщина 16 ну вот магазин сетка кладочная рабица от производителя рабица ячейка 5 на 5 толщина проволоки 18 двухметровая 10 метров рулон 4 штуки 2 208 800 он даже дали инструкцию всем привет утро нового дня мы приехали к ней сегодня начинается стройка вольеров мы прикупили немножко инструмента благодаря вашей помощи мы вчера с маши ездили но не снимали вот покупали вот ножовку взяли бензопилу купили это из ощутимых как сказать потраченных денег шуруповерт мы купили потому что тянуть электричество далеко у нас нету только удлинителей купили перчатки навесы уголки гвозди под сетку рабицу они привозили маленькую канистру она стоит 150 рублей плюс бензин то есть сейчас будем начинать работать вот они нас встречают бензопилу будем пропиливать деревья чтобы освобождать ну и как бы она так в работе и начинать строить вольеры потратили денежки немало но это как без инструмента опять же заказывать людей и платить такие огромные деньги у нас нету такой возможности будем делать строить сами и хоть что-то какой-то инструмент нужен получается бензопила вышла нам бензопила и масло под нее масло 200 вышло 5 900 и шуруповерт мы купили за 5 вот относительно тоже не стали особо экономить в плане того что покупать самое самое дешевое потому что самое самое дешевое работает один два раза а нам тут делать делать и делать маривана сейчас подъедет попозже она с утра поехала в больницу забирать анализы приедет расскажет как дела ну и мы будем включаться по мере работы поступления потихонечку начали раскачиваться вот сейчас владимир делать опиловку деревьев потому что здесь будет вход мы на каких-то роликах рассказывали что будет здесь проход тропинка вот я пока начал делать пока оставили до обеда идею с вольерами сейчас пока будем устранять косяки погрешности этого вольера мы будем еще сетку рабиться натягивать на это после того как построим парочку тут вольеров чтобы собак оттуда сюда пересадить но тут беда заключается в чем я уже сделал два щита таких вот как импровизированных они начали очень сильно копать получается все равно хоть и мы исчищали это все до земли как видите сели хорошие вот мы решила сейчас сделать вот начали копать выбегаю соответственно всех терроризируют террористы сейчас хотим как сделаем щиты и по периметру обложим это все считаю как мы делали поддонами ну тут поддоны это слишком высоко будет решилась сделать с щитами и на уголки потом посадим эти щиты и все как по плану должно быть все в порядке и потом перейдем уже бурение лунок самому в тяжелому так сказать где-то я думаю после обеда потому что вон она бегает и не знает как попасть домой забыл как ее зовут мне не такая память хорошего это мариван так у они так что вот так можем завтра приедет трактора не сказала и то есть весь этот мусор поедет на свое законное место на свалку вот и будем получается тут где-то лунки уже есть будем все перерисовывать чтобы еще захватить где-то метр посчитали ну вами метр если мы вперед на метр еще уйдем все дырки перри и будем там и где-то выигрываем еще три метра соответственно это будет еще как минимум два вольера а так вот у них завтрак вон как видите они выгружают школу детский садик сейчас будет раздавать ну и мариван тоже груженая приедет тоже с какого-то садика едой все мы продолжаем так ну вот у нас вроде как закончена пошла освободить обрабатывали собак освободить телегу сейчас будет грузить пгс просыпать немножко пустоты вот у нас как-то так получилось немножко наградили чтобы не было подкопов я думаю копать не будут и вот эти сейчас щели пустоты вот эти вот чтобы не было вот таких вот дыр и соблазнов вот они вчера выбежали никого не смогла поймать кто не сам не зашел они ночью захотели назад в домик начали с той стороны рыть сейчас будем эти щели вот все засыпать трамбовать и приступаем уже к этому стал бы бурить вставлять делать заготовки под вольер и он вам она же начал первую лунку бурить мы привезли наш незаменимый ручной ямабур потому что которые у они тут два есть они такие не очень все как да ты не материть их снимаю я же рублю этим процессы вот тут корни но и земля все равно мокрая там еще глины чеснок там будет детская 5 для мог это хорошо для этого она была сухая ты бы вообще не проливал для этого и ямабур это плохо у него и и винт да это небольшими порциями мы сейчас будем до завтра три лунки говорить то есть у нас двое я сейчас эти просыплю я щас просыплю эти но не я делал что учуду поезд все должно быть легче так поставить камень так ну вот уже мы приступили к другим работам вот уж капаем к самой тяжелой работе вкапываем уже стал бы бурим лунки руками засыпаем их пешком трамбуем что стояли хорошо крепко будет задняя стена получается сегодня нам по максимуму надо поставить столбов приехал мария ванна вон хоть они помогают они что-то взялись в стенку зашивать машину привет ну да расскажи ты сдавала анализы рассказываю чё у тебя как обстоят дела вчера я сдала анализы по идее сегодня я должна была забрать анализы ехать диспансер то есть если бы позволила кровь меня бы на днях положили на операцию но забрала анализы врачи шоке как я живу вот кровь плохая очень и очень низкий гемоглобин лейкоциты ближе к трубку поэтому хотели меня сегодня уже упечь в больницу но как бы отпросила сказала давайте завтра то есть завтра меня положат в больнице и буду я лежать там до тех пор пока кровь не нормализуется нормализовывать кровь будут путем переливания сколько потребуется раз я не знаю будут переливать крови буду лежать боюсь а потом получается из одной больно нормализует кровь да я издаю анализы с результатами диспансер и там меня может на операции так что наслаждаюсь после девять часов на свободе ну так ну а мы продолжаем теле стройку нам получается остается одна дырка и еще одна дырка то есть две дырки на заднем тут немножко переиграли этот столб будет убираться получается сдвинулись на метр и выиграли еще три метра получается три метра это еще два вольера плюс ну с одной и с другой стороны получается вот так сейчас получать заднюю стенку вкапываем и начинаем капывать стены а зашивать направляйте это уже как получится получится сегодня будем сегодня крутите сегодня не получится наш земля влажная конечно все просохла сверху то грязи нету но земля вот такая получит туда но тут прям шла кусками он получается пока набуришь пока бур почистишь очень много сил и времени занимает это на сухую конечно лучше идет ну дальше потом продолжим ну что ребят работа у нас на сегодня походит концу мы все это пололи все деревья завтра приедет они говорит так и говорила завтра приедет трактор берет весь мусор вот и у нас все столбы на два вольера вкопаны но единственным и по факту будем потом с какой стороны дверь будет двина дверь еще будет по столбиков копаном вот такой вольер он получается 4 на 6 получается будет здесь сидеть где-то 56 собак дома где-то так ты чё там вот голова закружил ладно скорости от зальют новую кровь может лучше да 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 масло сменит эти кровь на мы сейчас отправляемся в город ребят просьба еще такая переходите подписывайтесь на яндекс дзен там хоть какая-то монетизация капает там хотя бы у нас что-то выходит грубо говоря по 70 80 рублей в день но это хоть какая-то капля чем youtube ничего не ну никакой монетизации на ю тубе у нас тоже монетизация копеечная было ну хоть что-то чем совсем ничего переходите подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч там уже дальше вашего говорю и не делая она делает поругать поругайте ее в комментарии если мы еле стоит и таскает всем пока дальше вы мария ванна увидите только в больнице в ногу в новый пижаме наша валюша вот следующий день после операции пока не встает до с удовольствия вот у нас лапки ты жарко да ты отодвинула подстилку моя девочка моя девочка моё он Продолжение следует...